далее я сделаю третью веточку посмотрим на нее поближе она состоит из 5 тройных и внизу одна такая веточка из пяти листиков принцип сборки будет сейчас тот же самый я скорее всего буду использовать две пчеловодческие проволочки одну по длине и другую покороче как сейчас вот в этой ветке которую мы только что добавили и я и сейчас сделаю расскажу вам все размеры расстояния и соединим уже вместе с основным нашим деревцем я собрала эту веточку вот таким образом она у меня выглядит давайте вот с обратной стороны вам покажу вот вверху вот тройная далее идет вторая тройная третья четвертая и пятая она направлена будет как бы вперед добавляем каждый примерно 6 миллиметров и вот из пяти веточек она направлена сюда как бы в бок такая веточка получается также к верхней части их немножко все приподнимаю чтобы они здесь более пушистую такую шапочку образовали тейп-лента у меня здесь тоже длиннее чем вот здесь на основном дереве поэтому я ее оставляю и сейчас зафиксируя ее сюда также с добавлением сварочной проволоки и так я примерила расстояние у меня здесь будет примерно 2 сантиметра поэтому я немножко уберу тейп-ленту в принципе здесь у 2 достаточно и оборву ее в этом месте чтобы проволочки хорошо друг другу подошли вот у меня сварочная проволочка на этот раз длиной примерно 16 сантиметров принципе это не важно потому что они здесь у меня все разные длины будут веточку вот эту направляю сюда к себе вот этой нижней веткой из 5 листиков таким образом прикладываю и вот так фиксируем тейп-лентой и постепенно спускаюсь вниз вот что у нас получается такое полу готовое деревце показать и осталось нам сделать еще одну веточку последнюю вот такую четвертую посмотрим у нее поближе принцип сборки ее будет точно такой же поэтому я возьму веточку из 7 листиков затем добавлю две веточки из 5 и внизу снова из 7 также с добавлением примерно в основу двух пчеловодческих проволок вот посмотрите что у меня получилось веточка 7 лепестков по бокам вот две веточки из пяти и вот еще одна из семи здесь в самом низу расстояние здесь примерно полтора сантиметра далее примерно миллиметров 5 далее сантиметр и вот здесь примерно два сантиметра стебель основание веточки тейп-ленту я также не обрываю сейчас будем смотреть на дереве и вот так это будет выглядеть с деревцем в принципе доска нам уже не нужно сейчас я наверное сменю фон чтобы было получше видно вот так я ее здесь добавлю сейчас как я вам и говорил здесь расстояние примерно два сантиметра и начинаю добавлять сюда к основанию дерева и добавлю сюда также еще одну проволочку пчеловодческую так примерно и продолжу спускаться вниз ствол у меня будет не очень таким высоким дерево будет поэтому думаю что сантиметров 5-6 будет вполне достаточно далее ствол я хотела делать без применения гипса и я не очень хочу чтобы вот эти вот вы видите грани есть от проволочек чтобы они были заметны поэтому я сейчас сделаю слой обмотку изолентой прямо примерно с этого места это постепенно начну спускаться вниз она немножко сгладит вот эти грани от проволочки чтобы не было никаких складок и так гранями немного сгладили но как вы видите ствол он должен расширяться а он у меня ровный и где-то даже немного сужается толщину можно добавить с помощью тейп-ленты используя ее уже во всю ширину можно начать прям вот отсюда сверху так сделаю первый слой и сейчас сразу станет ясно где нужно добавить толщины с примерно вот от этого места добавляем далее например вот отсюда то есть деревца у меня будет такое с небольшим стволом теперь нужно вот отсюда дальше вот здесь в основании начну немножко не побольше на одном месте прокручивать далее постепенно спускаюсь тоже немножко совсем так вот постепенно по несколько миллиметров начинаю спускаться вниз то есть вот примерно толщина ствола которая меня устраивает далее это место может у нас уйти например гипс если вы фиксируете гипсе ну в общем то вот такой аккуратный ствол получается если смотреть вот до этого места такой ровненький и без использования гипса либо алебастра но конечно же если вы хотите сделать дерево с такой корой красивый корой фактурный то вы можете использовать гипс либо алебастер я своих мастер-классах часто это показывала мы делали такую достаточно красивую кору и в дереве и его яблоня березкам придавали красивую такую формировали кору так что вы можете посмотреть по деревьям мастер-классов у меня на канале достаточно и если у вас останутся вопросы то пишите их конечно же я вам подскажу если что-то будет еще непонятно ну а деревце в принципе готово вот эти проволочки я сейчас вот так уберу чтобы они нам не мешали чтобы я вам уже могла показать дерево вот теперь она уже в кадр умещается и можно придать ему форму распрямить все веточки листики как вы их себе представляете например немного опустить вниз вот эту веточку потому что эта часть такая получилась более как бы пустая вот таким образом распределяем все веточки далее смотрим вот здесь что можно сделать здесь в принципе все так хорошо далее верхушка вот такая она у нас такая тоже достаточно объемная то есть разворачиваете все веточки листики как вам больше нравится если есть где-то пустота заполняете вот в задней части вот так вниз направлю нужно даже вот так отогнуть ее дальше вот я блоком повернула дерево дальше смотрю чтобы оно не было таким сильно односторонним распределяю веточки конечно больше я старалась сделать чтобы вот был этот вид красивый передний далее вот так боком смотрим тоже так достаточно неплохо выглядят деревце но в принципе если вы хотите можете добавить любое количество веточек ну вот что у нас получилось и небольшое аккуратное но делается очень быстро то есть вы достаточно быстро и просто можете сделать кому-то в подарок думаю будет очень красивый сюрприз для ваших близких и друзей и так же уже можно оформить в любом виде подставочку то есть это может быть какое-то кашпо можно сделать имитацию такой полянки то есть все что вам больше нравится все что вы выберете и и хотела сделать вот сравнение что принцип сборки был точно такой же как вот у этого деревца только у него не хватает вот здесь задней веточки я ее еще буду добавлять и вот вы видите разницу в размерах получается такой интересный эффект можно также деревцу придать изогнутую форму стволу то есть как-то отогнуть так как деревца у нас таким тонким достаточно стволом думаю будет тоже очень интересно смотреться такая изогнутая форма вот но теперь конечно же нужно снова вернуть объем веточку такое деревце вот в задней части дерева выглядит вот так ну а ствол деревца я покрою лаком и тейп-лента со временем не раскрутится если вдруг она потеряет свои свойства и ствол будет защищен ну если вам понравилась подобная форма дерева именно вот в таком виде из пайеток то приглашаю вас посмотреть на еще один мастер-класс будет похоже деревце из бисера это вот была пробная сборка и в мастер-классе уже вместе с берем окончательный вариант вот такого деревца из бисера и сравним какой вам понравится такой вариант вы и будете использовать вот так как и или и или или Продолжение следует...